Какой спортивный, чисто футбольный, сравните, пожалуйста, форварды Дзюбу и Бариус. У кого какие плюсы? Кто, на ваш взгляд, сильнее? Абстрактно сильнее или по этому сезону? Абстрактно. И по этому сезону тоже? Абстрактно очень похоже. Мне тоже такое впечатление. Вы подтвердили. А по этому сезону? Дзюба забил 13, а Бариус забил один. Понятно, что Бариус намного меньше, в тысячу раз меньше сыграл, чем Дзюба, поэтому сейчас он у Дзюба, естественно. Но опять же играть в Ростове или в Валансине. Не то же самое, что играть в Спартаке. Согласитесь, ситуация абсурдная, получается, что Спартаке принадлежит Дзюба, который забивает. Еще раз, я хронологию событий рассказал. Не, я понимаю, да. То есть не было никакого возможности вернуть. Потом, уже в процессе, в августе месяце практически, уже в середине августа, по-моему, именики уходят в Фенербахче. И Дзюба уже, естественно, играет за Ростове. Поэтому, говорю, хронология, вот здесь важна хронология. То есть, тогда, если бы знали, что уходит именики или именики не будет, то Дзюба, естественно, никуда бы не ушел. Вы не заявляли, что он хочет вернуться в Турцию. Неужели нельзя было преукладать, что это было? Нет. А как это преукладать? Он может быть играл в частном 50-х? Он не заявлял никогда, что он хочет, когда он играл в Спартаке, пока не появилось предложение от Фенербахче. Он никогда не заявлял, что он хочет вернуться. Его здесь все устраивало, все ему нравилось. Тренер у него, как он говорил, папа его. А как в таком случае, почему он в Турцию ушел? Если вы говорите, что в России... Потому что денег дали в три раза больше. Вот, ребят, ну что вы... Бюличку вы имеете? Ну, конечно. Почему ушел в именики Фенербахче? Спартак готов был ему платить там 4 миллиона? Нет. Ну, если отдали Дзюбу в аренду и нет форвардов, то, наверное, надо как-то перестраиваться в этой ситуации. А не покупать Бариуса, который не готов по этому сезону, как вы сами говорите? Так получилось. Еще раз по поводу Бариуса. Вы довольны тем, что он показывал до перерыва, до зимнего? Сыграв там по 15, по 20 минут. То есть он две игры только сыграл, по-моему, в основном составе. Когда Мусян травмировался, сыграл с Волгой и с Ростовом. Две последних. Две последних игры. Одно с Волгой забил даже. По этим двум играм. Плюс то, как он выходил на замен, то, чего мы хотели. Там отодвинуть игру, чтобы он мог зацепиться за мяч. Отодвинуть игру от наших ворот. Он за это справлялся очень хорошо. В осеннем, так скажем, в первой части чемпиона. То, что хотелось бы большего или ожидали большего, да, ожидали большего еще. Ну, опять же, здесь много причин футболиста, любой футболист, это не робот. То есть он был, не тренировался, вернее, начал набирать форму, травмировался опять два месяца, опять лечился, потом опять начал набирать форму и закончился чемпионом. И сейчас еще, я думаю, здесь просто не хватает времени, чтобы дать оценку, так скажем. Хороший он, плохой, может он, не может он. Пока еще времени слишком мало прошло. Вы сказали, что Диара, да, хотел 5 миллионов зарплат, это дорого, ну, много? Для Спартака много. Или 4, много? Для Спартака много. Или это тоже много? Я говорю, это много. Сколько для Спартака не много? Ну, плюс-минус. Ну, и зачем я буду раскрывать коммерческие тайны? Ну, меньше, меньше. Ну, и так уже на половину их раскрыли. Ну, на половину, 4, много, 5, много. Ну, вот, а дальше можете идти вниз. Просто может ли футбол реально бороться за чемпионство и за какие-то высокие позиции в Европе, не предлагая хорошим игрокам зарплату, которая достойна? Просто вроде бы, ну, тяжело представить, что просто классный компонент поедет за те же 2 миллиона в России, тем более, в России играть. Когда в России можно платить больше. Вопрос какой? В том, что может приспотрать высоких результатов, да, в России в Европе. Вы как? Хорошо, а я можно? Ну, а вы как думаете? Нет, тяжело. Сами, сами отвечаете на этот вопрос. А почему СССР тогда чего-то достигает, располагая, ну, насколько я понимаю, сопоставимыми финансовыми возможностями? СССР не покупает, как «Зенит» тоже за, там, 40,60 и не платит людям выше определенной марки. Ну, насколько мне, по крайней мере, известно, она сопоставима со «Спартак». Ну, чуть больше зарплаты, именно зарплаты. Чуть больше. Есть люди, которые больше получают, чем в «Спартаке». Ну, там есть костяк, давно создан, очень давно. И вокруг этого костяка, так скажем, нанизывается все остальное. У «Спартака» за все эти годы, вот в этом году, могу сказать, в этом сезоне, в этом сезоне появилась команда, вот сейчас, по крупицам ее, можно сказать, за эти пять лет собирали, со всеми вот вопросами, которые задавали по поводу зарплаты, по поводу трансферов. Вот только сейчас появилась команда, которая реально могла бы бороться за чемпионство. Кто входит в новый красно-белый костер? Ну, вот все, кто сейчас есть, это все входят сюда. Все? Считай, Бариус. Все. Не хочу там категорично заявлять, пропащий, не пропащий, потому что он не тот уже Веллингтон, который был там, когда он становился два года подряд лучшим бандиром, ну да, уже не тот. Ну, это однозначно. В какой момент он обломился? Вспоминаю просто. Да, правильно, кстати. Вот эта дисквалификация на шесть матчей, шесть матчей, по-моему, дисквалифицирован. Вот, там у него начались травмы, да, начало сезона было, начались травмы, потом сыграл, по-моему, в пяти играх, да, забил пять мячей, потом вот дисквалификация по Кенфееву случилась, и потом еще случился еще один момент, когда приехал Меники, потому что его, то есть есть люди, которые готовы, ну, готовы конкурировать, могут выдерживать там, то есть на них это не влияет, а есть люди, которые там плохо переносят, так скажем, конкуренцию. Вот это вот все, там травмы у него начались потом, вот эта дисквалификация, плюс еще в Меники приехал, и Велентон чуть сник, так скажем. Ну, не хочу, честно говоря, не хочу там сейчас говорить там, или валить там на Жирковых там, или еще на что-то там, перекладывать там. Нет, уже валить. Оказывал влияние? Да, оказывал. Да, оказывал влияние. Судя по вашей реакции вот первичной, это негативное влияние? Ну, негативное, собственно, негативное, да, говорит, нет, это мы купить не можем, Ермоленко, условно. Там, то есть, был последний Декабрьский, так скажем, после Ростова, после последнего Декабрьского совета директоров, и там все хорошо, в одном очке от лидера, все надо усиляться, и были предложены кандидатуры. Ермоленко, Еременко, Черчин, и таких денег нет. А этот человек Жирков, он появился относительно недавно в клубе, или он был давно, просто получил особую полномочию? Потому что раньше мы его не могли... Он уйдет полгода назад, он уйдет так, недавно. А, то есть, недавно он появился? Ну, полгода, 8 месяцев, не знаю, год. Как-то так. А верна ли вообще посыл и информация, что, если на первых порах фактически вся власть, назовем это так, ну, общим словом, была сосредоточена у Федуна, то теперь появилось большее количество людей, которые могут непосредственно влиять на ситуацию в клубе. Вот появился Челаянс, да, по крайней мере, он как-то вышел на... Он был всегда. Ну, по крайней мере, он стал более публичной фигурой. Ну, то есть, он вот как влиял, так и влияет. Ну, знаете так, окружение, естественно, влияет на любого человека, и на Ленторолича, естественно, тоже. В этом, может быть, и проблема. Может быть, говорю, опять же... Еще раз хочу подсвергнуть, так, не надо только воспринимать, что я что-то там на кого-то перекладываю, там, вину. Я виноват во всем, так априори, можете в заголовок вынести. Я вообще виноват. Вот. Мы об этом же поговорим. Да, вынесите в заголовок. Вот, то, что влияние оказывают, да, то есть, понимаете, то есть, если со мной рядом человек садится и говорит там, «Ты дурак, ты дурак, ты дурак, ты дурак, ты дурак», там, каждый день 2-4 часа все-таки повторяют, я в конце концову поверю, что я дурак, наверное. Там, а если еще это 5 человек повторяют, ну, я, наверное, тоже в это поверю. Поэтому влияние оказывают? Оказали и оказывают? Да, оказывают. Вы меня спросите, положительное или негативное? Мое мнение, но это мое мнение, опять же, могу ошибаться, Мое мнение, что негативное. Ваша отставка-то тоже сказалась? 100%. Предложили генеральному директору продлить контракт? Не знаю. Удивить, если не предложат? Нет, не удивлюсь, конечно. Потому что вас рассматривают, ну, общественное мнение, как связки или каким-то другим причинам? Нет, по другим причинам. По каким? Как помягче сказать-то. Договорить какие-то, может, пожестче. Не хочу. Ну, есть много людей, которые на это могут повлиять, так сказать. Окружение? А в связи с чем? Чем кандидатуру Роман Гурамовичу не устраивает? Ну, надо у них спросить, чем не устраивает. То есть, я могу сказать, что как профессионал, как профессионал, профессиональный генеральный директор, Роман Гурамович отвечает, ну, если не самый, ну, не буду говорить, что он самый лучший, там, самый. Потому что, конечно, вы с ним дружите, конечно, поэтому вы говорите, что он самый лучший. С точки зрения профессионализма, это, по мне, это самая адекватная фигура. Не важно, Спартаке или не Спартаке. А в понятие профессионализм для вас входит сложность или легкость человеческих отношений, скажем? Да, конечно. Ну, вы же в курсе были наверняка, что с Аман Гурамовичем тяжеловато общаться, в том числе с сотрудником клуба. Даже с учетом того, что он начальник, а не подчиненный. Тяжеловато было общаться, почему? Потому что он слишком требовательный. Слишком, на это слово, неправильно. Потому что он требовательный, как к себе, так и со всех остальных требует приходить на работу. Я конкретно говорю. Приходить на работу, если в 9 часов надо приходить, а не в 9-15. И уходить не в 15-6, а в 6. Это в этом сложность? Ну, тогда да. Не, просто люди, которые приходили в 9 и уходили в 6, им тоже перепадало. Ну, почему? Значит, чего-то кто-то не делал. Потому что футболисты, ну, то же самое, как футболисты. Футболисты, да, пришли на тренировку в 11, начали тренировку. И во время тренировки занимаются фигней. Им за это перепадет. Ну, это как? Что значит? Сложно. Какие-то у него были требования, насколько я знаю, просто. Какие-то требования неадекватные к сотруднику, как вы говорите, офиса, например, или сотрудникам неофиса. Насколько я знаю, нет. Насколько я знаю. Может быть, я что-то не знаю. Не, ну, просто. Я вот лично сталкивался с неадекватными требованиями Романа Дуровича. Не будучи его подчиненным совершенно. Не знаю. Нет, опять же, неадекватные для вас, допустим. Я проецирую ситуацию? Да, да, да. А я говорю, почему-то, почему-то, то есть, это то же самое, там, неадекватное решение тренера. Бывает такое? Со стороны смотришь, тренер что творит. Бывает. Нет, нет, я пример говорю, ну, вы же не знаете, и вы, почему-то, я же не знаю. Вопрос-то другой. Я не знаю, о чем вы говорите, ну, какое решение, допустим, оно возможно чем-то. Я говорю, возможно. Я же не говорю, что я прав. Человек тяжелый, вот об этом было. А что значит тяжелый? Ну, хочется не сесть с ним на одном гитаре, ни в коем случае. Другой, который будет, с которым хочется сесть, непрофессионал. Но хороший парень. Может быть. Может быть и такой же. Спартаке, кто-то занимался фигнёй на тренировках? Вы привыкли, пример? Или это условно-человек? Бывало, почему. Что-то, например? Ну, что ж вот это вот. Все подноготные вот это вот, фамилии важные. Ну, какая разница? Ну, и были, конечно, люди. Ну, опять же говорю, ну, это нормально. В любой команде, в любой, и где я был, и я фигнёй занимался иногда на тренировках. Ну, почему-то. Ну, проснулся, там, не знаю, не спал всю ночь, там, дочка не спала всю ночь. Фигнёй занимался, опять же. Правильно понимаете. Не то, что фигнёй занимался, там, плясал на поле, там, танцевал. Там, не выполнял какие-то требования. Потому что, там, допустим, дочка не спала всю ночь. И я не спал всю ночь. И поехал на тренировку, потому что, ну, не могу. Хочу, но не могу. Заниматься фигнёй? Нет. Я про это и говорю. То есть, были люди? Были. А это больше свойственно русским или легионерам? Именно в нашей лиге? Ну, больше легионерам свойственно. Русские более дисциплинированные. Ну, во всяком случае, в «Спартаке». Я думаю, что это неправда. Увереного? Я думаю, я скажу. Не знаю, что я уверен. Скажем, как Жано способен? Я только в себе могу. Только в себе могу быть уверен. Во всём остальном. Я об этом говорю. Я думаю, что Жано, Жано, зная Жано, на это не способен. Потому что кто-то другой, возможно, да. Жано, я думаю, что нет. А если их сравнить, действительно, как футболистов, в чём сильнее «Хураду»? Какие качества? Прежде всего. Смысл. Зачем мне сравнивать сейчас с Жано и «Хураду»? Жано сейчас в Ростове играет, дай бог, что он, и слава богу, хорошо играет, и набирает минут, и получает минут, и дай бог там вернётся. И вот там, допустим, летом вернётся, будет «Хураду», там будет «Жано», будет тренер. Будет выбирать, кто будет играть. Вот и сейчас.